Итак, приветствую вас, мои друзья и гости. Канал, да-да, добрый вечер. Сегодня 24 декабря, это значит скоро праздники, скоро у всех начнутся корпоративы. А у некоторых корпоративы уже прошли, я вас поздравляю с этим прекрасным мероприятием. Ну и давайте я вам расскажу, с кем же сейчас тяжелее всех работать, да, с какими клиентами. Именно с теми клиентами, которые приобрели уже ту или иную недвижимость в городе Сочи, и которые сейчас выбирают себе недвижимость для своей мамы, для своей папы, для своих дочерей или еще для кого-нибудь. В общем, очень-очень тяжело. Почему тяжело так стало? Почему, да, спросите вы меня. Да, ответ очень прост. Например, у меня была сегодня клиентка, которая 2,5 года назад на Метелево покупала квартиру по 52 тысячи рублей за квадратный метр, а сейчас стройки стоят по 80 тысяч рублей за квадрат. Представляете себе, жилой комплекс Измайловский парк 2, еще даже Измайловский парк 1 не сдали, а уже цена 80 тысяч рублей за квадратный метр. Да, он в ФСЗ по 214, да, там еще, но 80 тысяч рублей за Измайловский парк, это просто трэш, ребят, это просто трэш, я в шоке. Я до сих пор почему-то думаю, что там цена должна быть там 62, там 65 тысяч рублей за квадратный метр, но не дороже, 100% не дороже. Но цены такие, да, ценообразование сейчас ненормальное, и в итоге самый недорогой объект, который можно приобрести согласно всем законам, которые есть и которые должны построиться, это все-таки жилой комплекс семейный, который находится у нас где? В Лазаревском, все верно. Опять же, я могу сказать, что если вдруг кто-то из вас намерен купить жилье и будет работать в центре Сочи, то это не самый лучший вариант, но реально не самый лучший вариант. Но если вдруг кто-то из вас будет работать в Лазаревском, или кто-то работает у нас дистанционно, или кто-то там еще как-то работает, и даже те же самые риэлторы при желании можно взять и, ну, как бы жить, да, если работать риэлтором, то в целом объекты однозначно покупать можно. Что касается всех остальных объектов по ФЗ-2014, ну, меньше чем 100 тысяч рублей за квадрат сейчас таких объектов нет. У всех цены просто сумасшедшие и непонятно почему. И вот с этими людьми, да, которые купили определенное жилье там год назад, два года назад, три года назад, очень тяжело с ними работать, потому что, потому что у них в голове есть там цена 52 тысяч рублей за квадратный метр. И брат правильно сказал, но если вы считаете, что цена есть 52 тысячи за квадратный метр, давайте мы вашу квартиру продадим по 52 тысячи. Так, говорит, вы что, нет, конечно, моя квартира сейчас стоит 110 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом. Конечно, 110 стоит. А как же, ну, если ваша квартира стоит, значит, и соседняя квартира должна примерно столько же денег стоить. Ну, логично же? Логично. Да, сегодня у меня прошла сделка, продали квартиру за миллион 250. Да, но таких вариантов становится все меньше, меньше и меньше. Даже жилой комплекс «Принц-3», который мы продавали по миллиону рублей, даже своим клиентам продавал. Минимальная цена сейчас квартир в данном жилом комплексе – миллион 700 переуступка, миллион 900 от застройщика. Миллион 900, представляете себе? И, конечно, работать становится сложнее, сложнее, сложнее. И когда у нас попадает заявка в компанию, что там кто-то хочет за полтора миллиона что-либо купить, ее просто закрывают. Я стараюсь там из последних сил находить какие-то варианты, безопасные варианты, чтобы можно было что-то приобрести и так далее. Но таких вариантов становится все меньше, 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 меньше и меньше. Да, печально, но это так. Теперь, что касается ценообразования. Еще раз повторюсь, есть некоторые уникальные объекты с хорошим предложением, да, готовые с данной дома. Ну, к примеру, как вариант, вот я могу сказать, там, жилой комплекс «Триумф», жилой комплекс «Бочаров-Маяк», жилой комплекс «Прагма». Это те объекты, которые нужно покупать, потому что цена, ну, мягко говоря, адекватная. Да, 100 тысяч рублей за квадратный метр во всех трех этих жилых комплексах вся сумма фигурирует в договоре. Нормальные объекты. И если вдруг есть бюджет, там, 5-6 миллионов, я рекомендую присматриваться лучше к этим объектам, нежели брать стройку. Опять же, стройки, да, безопасны. Это от 100 тысяч рублей за квадратный метр, которые идут по федеральному закону 214 и так далее. Если мы с вами берем готовые сданные дома, есть несколько вариантов. Есть квартиры в готовых сданных домах. К примеру, дом у озера 2, дом у озера 3 есть квартиры, дом у озера 4. Такие квартиры есть, где можно купить-то по 75 тысяч рублей за квадратный метр. Но таких предложений становится все меньше, меньше и меньше. Да, есть на Тимирязево один домик, где можно купить по 65 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, что я могу сказать? Те, кто думают, особенно те, кто копит, да, вот у меня есть клиенты, которые действительно копят и 3 года накопить не могут, не могут угнаться за этими ценами. Я рекомендую, ну, смелее делать шаг, потому что, еще раз повторюсь, я просто поразился, да, вот за это время, которое я проживаю в Сочи, насколько все поднялось, да, какие цены стали. И вроде бы ты живешь теми моментами, что ты предлагал, показывал квартиры там по 60, по 65 тысяч рублей за квадратный метр. А сейчас таких цен просто-напросто уже нет, да, нет таких цен. И рад бы, как бы, продавать, да, потому что целевая аудитория, все-таки, особенно с Ютуба, это все те, которые идут в бюджете там 2,5-3 миллиона, там 2 миллиона и так далее. Именно поэтому, да, спрашивайте, почему многие риелторы позакрывали свой канал? Да, им проще получать информацию, получать клиентов от раздачи, которая есть в компании, да, там сейчас, например, я знаю, там несколько компаний сделали жесткий фильтр, что дешевле, чем 25, дешевле, чем 2,5 миллиона рублей, но нет ничего, да, и ничего они не показывают, ничего они не рекламируют, понимаете? И на этом фоне, на этом фоне, конечно же, как бы, работать в такую аудиторию лучше, да. Мне сегодня одни парни там в спортивном зале спросили, Макс, а как ты находишь объекты за 2 миллиона, за 2,5? Ну, от 3 миллионов же что-то начинается? Ну, находим, да, есть определенные инвесторские предложения, которых нет в общем доступе и так далее. И находим, находим варианты именно в этой ценовой категории. И этих вариантов становится все меньше, меньше, меньше. Вот сейчас я могу вам на скидку сказать, до 2,5 миллионов рублей я знаю только 6 квартир. Только 6 квартир, которые можно приобрести, где более-менее нормальная площадь, да, это не 22 квадратных метра, где все в порядке с документами и тому подобное. Поэтому, поэтому, поэтому я рекомендую все-таки вам, да, многие вот думают, да, брать или не брать, однозначно нужно брать хотя бы то, на что хватает. Я, конечно, понимаю, каждому, да, хочется взять получше, да, как и в моем случае, да, ну, реально, как бы, когда я покупал себе RAV4, я хотел себе BMW X5, я хотел BMW X3, ну, не было денег на BMW X3 или X5 и, в принципе, RAV4 нормально зашел на самый худший автомобиль. А был бы у меня бюджет поменьше, да, если бы я располагал бы там 600 или 700 тысяч у меня было на покупку автомобиля, я купил бы Lada и Vesta и даже бы, и даже бы не выкаблучивался, ничего страшного. У меня был такой период времени, когда я хотел этот автомобиль купить, я купил бы его. Ничего страшного, не обламывался бы, и клиентам было бы там относительно нормально, комфортно и так далее. Что касается, что касается квартир, да, опять же, учтите, чем дороже вы покупаете квартиры, чем лучше квартиры, тем дороже содержание этих квартир, ну, по лойке, да. Одно дело, смотрите, вот в Мелодии леса, да, вот я живу, у меня коммунальные платежи составляют, я не больше, чем 2200 рублей плачу, это нормально, 2200 рублей я плачу за месяц. За аналогичную квартиру, к примеру, вот в старом фонде, мне очень много показывали примеров, я заплатил бы 7 тысяч, вот сейчас зимой платил бы 7,5, 8 тысяч платил бы, прям не напрягаясь, прям легко, точнее, напрягаясь, и кому-то там обогащал чей-то карман. Поэтому на эти моменты тоже нужно смотреть. Например, вот если мы берем с вами дома, там, да, кто-то хочет, я хочу в доме бизнес-класса, а когда узнают, что в доме бизнес-класса обслуживают стоят 60 рублей с квадратного метра, это очень дорого. Ребят, ну за бизнес-класс нужно платить то же самое, что автомобиль. Я хочу автомобиль с мощным двигателем. Супер, я хочу автомобиль с мощным двигателем. Но за мощный двигатель вам нужно и платить поболее, да, сколько там. Одно дело, у вас Hyundai Solaris, да, и вы за него платите 3,5 тысячи рублей в год, да, налог. А другое дело, у вас какой-нибудь, там, не знаю, там, какой-нибудь, какая-нибудь Corolla, ой, Camry с двигателем 3,5, да, и где вы отваливаете 50 тысяч в год за то, что вы владеете таким, да. И по сути вы в потоке едете одинаково, что на Camry 3,5, да, с двигателем, да, или на Highlander, или еще на чем-нибудь, что на Hyundai Solaris вы одинаково едете. Но один платит столько, другой платит столько. Это то же самое с жильем. Например, я живу в Мелодии леса, да, нет лифта, да, у меня четвертый этаж, но я не обламываюсь. И 200, я хотел эту квартиру продавать, но Надя сказал, Максим, нам и так хватает этой квартиры, давай не будем продавать. Я говорю, давай переедем в Прагму, там получше то будет, получше это. Нет, не хочу я ни этот долбанный переезд, ничего. Ну, пока, говорит, нам хватает вдвоем за глаза, и мне нравится локация, мне нравится, что я хожу пешком в спортивный зал. Мне нравится, что я могу попасть на рынок, мне нравится, что мы можем пойти с собой в кино и после кино взять и спокойно пешочком дойти там в течение пяти минут, понимаете. Каждый из вас, когда живет в том или ином районе, он привязывается к этому району, и этот район не хочет менять. И у каждого района есть свои плюсы, свои минусы. Но в этом районе ваш ребенок уходит в школу и уже не хочет менять, да, или еще что-нибудь. В общем, еще раз повторюсь, районов плохих не бывает. Бывают районы, которые подходят вам или которые не подходят вам. Например, вот я до сих пор не могу понять, кто те люди, которые покупают, например, частные дома в Молдовке, далеко до всего. Ну, их покупают, потому что там тишина, спокойствие, там вид прекрасный, да, там дорога на Красную Поляну, там дедушкам аэропорт, дедушкам Адлерский вокзал. И это их мотивирует, потому что они привыкли в своем городе, да, жить за городом наоборот. Им как не тянет центр, да, а меня почему-то тянет прямо именно в центре, я хочу жить именно в центре. Я не знаю почему. Я понимаю, что будет шумно, я понимаю, что иногда пробки будут, но мне нравится центр. А кому-то наоборот не нравится, кому-то нравится радужное, потому что там тишина, спокойствие, качество, да. И, кстати, поздравляю всех жителей первого дома, первого дома. Вам вчера дали газ, и это супер, все, вы полноценные жильцы, да, там есть и свет, и газ, и электричество, и право собственности. Там есть все. В третьем доме, да, в котором квартиру я брал для своей дочери, обещают дать газ только в конце января. Ну, я думаю, дадут, ничего страшного, нет, пока там не живем, пока и денег-то особо нету на мебель, на технику, потому что пока не до этого, если честно. Ну, не до этого, может, до лета что-нибудь решим, очень много должны денег. И, ну, нет, просто не хочется там ставить абы что, все-таки красивое место, да, там красивый вид. И хочется, чтобы мебель была нормальная, хорошая, и техника была хорошая, нормальная, чтобы не получалось так, как здесь у нас, да, есть два шкафа, которые я купил временно, да, по 25 тысяч. И их выкинуть жалко, ну, реально их жалко выкинуть. И вот все-таки хочется сделать шкаф-купе, двери-купе, чтобы было комфортно, чтобы можно было разместить как можно больше вещей и тому подобное, понимаете. Ну, не получается, реально не получается. И отсюда, конечно же, конечно же, есть такой принцип, да, скупой платить дважды. То же самое, например, матрас, ладно, слава богу, поменяли, да, взял сначала дешевый матрас, на нем было спать на наказание. Сейчас хороший, классный матрас, да, на нем спишь комфортно. То же самое касается это и с частным домом, да. Конечно, хочется, когда строишь себе дом или покупаешь себе дом, делаешь ремонт, сделать сразу, раз и на всю жизнь. Ну, не всегда хватает бюджета, не всегда ты берешь и можешь это вытащить, потому что чем больше у тебя доход, тем больше у тебя потребностей, тем больше у тебя требований к той или иной вещи. Например, вот я сейчас, да, вот по себе, вот я походил вот сейчас, я всю жизнь вот был сторонник того, что зачем на куртку тратить 7 тысяч рублей, да, когда аналогичная куртка есть на вьетнамском рынке, да, в Ворске был такой вьетнамский рынок за 2 тысячи рублей. Зачем? Кто эти люди, дебилы, которые переплачивают, которые берут себе куртки по 7 тысяч, а некоторые даже по 15 тысяч берут, а некоторые даже за 20 тысяч берут, вы понимаете? Я не понимал этих людей, зачем брать туфли за 20 тысяч рублей, когда есть туфли за полторы тысячи рублей, понимаете? И с виду они, в принципе, одинаковые, но это до тех пор, пока ты не стал пользоваться теми вещами, которые стоят 20 тысяч, которые стоят 15 тысяч. Я не говорю, что все дорогие вещи, они все супер, комфортные и так далее, но я говорю, что рубашка за 10 тысяч отличается от рубашки за тысяч рублей. Я говорю, что футболка, да, которая стоит 10 тысяч рублей, она отличается от футболки, которая стоит тысяч рублей, ну, 100%. И это после стирок видно и тому подобное, ну, за исключением некоторых вещей фирмы Боска, где после первой стирки они становятся такие же, как футболки за 500 рублей. Это просто веселое исключение. То же самое и горнолыжные костюмы. Я, честно скажу, покупал себе горнолыжный костюм, да, заставили меня, потому что старому моему горнолыжному костюму, вы не поверите, ему 18 лет! 18 лет моему старому горнолыжному костюму! 18 лет! И когда-то я его покупал за полторы тысячи рублей, да-да. И это было действительно дорого там, а может даже недорого, были костюмы по 5 тысяч рублей. И в этот раз я пришел в магазин, и парню говорю, дай мне что-нибудь такое недорогое, все, вот мне надо просто обновиться. Он мне показывает цены там по 120 тысяч рублей за куртки, по 120 тысяч, по штаны по 40 тысяч. Я говорю, ты дебил что ли? Ну, как за 150 тысяч рублей можно купить горнолыжный костюм? Он мне начал там вжевывать то-сё, то-сё, то-сё. И в итоге там по акции я взял себе костюм, да, прошлогодний, но при этом как бы самый топовый. Я это понял, когда вчера я прошелся под проливным дождем, есть видеоролик, и она не промокла. Вот за это я готов платить. И мне обошлось там в Триэндспорт, Триэлспорт, извиняюсь, Триэлспорт, у меня обошелся этот костюм за 20 тысяч рублей. Ну, 25 тысяч, что ли, рублей. Ну, я считаю, что нормально, штаны и куртка просто супер, да, пускай мода прошлогодняя. Ничего страшного, мне понравилось даже больше, чем эта мода, которая есть. Наде тоже взяли костюм, который не промокает, который, да, комбинезон тоже взяли по акции. Хорошо, когда есть такие магазины, но за 100 тысяч я себе куртку точно бы не взял, я еще не, ну, как бы, пока не могу представить. 20 тысяч, я понимаю, что, наверное, куртки хорошие столько стоят, да, раз хорошая рубашка стоит 12 тысяч рублей, значит, и куртка горнолыжная. Вполне возможно, что такой ценник адекватный. Ну, в общем, примерно так. И что я могу вам сказать? То же самое и с квартирами. Да, есть квартиры дороже, да, они гораздо лучше, они гораздо комфортнее и так далее. Так же, как и автомобили, так же, как и дорогие вещи. Но если у тебя нету, нет, точнее, говорю не по-русски, нет у тебя денег на туфли за 25 тысяч рублей, ничего страшного, возьми за полторы тысячи рублей, походи пока. Может, что-то поменяется с работой, может, что-то еще поменяется, да, и потом сможешь себе позволить. А ходить босиком, босиком, да, в дождь или еще что-нибудь, потому что западло одевать ботинки за полторы тысячи рублей, я считаю, что это, мягко говоря, неразумно. Был период времени, когда я шел в моремол и за пять тысяч рублей покупал себе туфли, рубашку, пиджак белый и белые штаны. Я укладывался в пять тысяч рублей, это был магазин КФТП какой-то, КФТ, это такое все. Ну и были времена, когда аналогичный комплект мне обходился в сто тысяч рублей. Но я не говорю, что все те люди, которые берут за пять тысяч рублей, что это они там какие-то не из мира всего, нет. Просто те люди живут так же, как и я в свое время, мы просто живем по бюджету. Другое дело, когда ты можешь себе позволить рубашку купить за десять тысяч рублей, ты берешь и покупаешь за 300 рублей, которые некомфортны, которые тебя стягивают, которые непонятно как, там нитки торчат или еще что-нибудь. Конечно, отсюда я тоже могу сказать, сейчас на данном этапе я могу себе позволить максимуму квартиру для себя, там, ну, не знаю, там, ну, недорого, так же, как и вы. Я не готов больше, чем сто тысяч рублей за квадрат выкладывать за жилье. Но я понимаю, что многие объекты, они реально проиграют, ну, из-за исключения вот этих трех объектов, которые я вам сказал. Но, но-но-но-но-но-но, Прагма проигрывает, что нет парковки нормальной, полноценной, Триумф проигрывает, что там постоянно пробку-то тяжело заехать. Но Бачаров-Маяк проигрывает тем, что находится все-таки на отшибе, блин, там, не дай бог, там коснется, там какие-то настанут смутные времена, когда придется ездить на автобусе или еще что-нибудь. До этого автобуса пока дойдешь пять раз, умрешь, ну, сто процентов. И как-то они берут у тебя, отфутболиваются на второй план. Но, но-но-но-но, с точки зрения безопасности, это шикарные объекты, которые я в первую очередь рекомендую, опять же, своим же клиентам. Но, опять же, они начинаются от 6 миллионов рублей и выше. Что касается у нас, опять же, подбора недвижимости. Как я сегодня еще раз говорю, познакомился с очень многими клиентами. Сегодня у меня столько было прокатов, столько было встреч. Ребят, вот один мне сегодня сказал, Макс, огромное спасибо, что ты мне тогда заставил купить Кватро, да, две квартиры. Блин, я сейчас вижу, что бы вот, если бы я сейчас немножко захотел подкопить, я бы не смог купить. Потому что эти две квартиры в обществе поднялись у меня на 2 миллиона. Прошло полгода, на 2 миллиона эти две квартиры стали дороже, понимаете. При условии, что брали эти две квартиры там за 6 миллионов, сейчас эти две квартиры стоят 8 миллионов общей сложности, понимаете. И за это время накопили максимум 250 тысяч рублей Поэтому понимаете, что лучше синиться в руках Пускай это будет жилой комплекс Дома озера 2, Дома озера 4 Пускай это будет Белые ночи 1 Чем мнимый журавль когда-нибудь прилетит Что-нибудь случится в жизни И откуда-то там упадут денежки и так далее Да нет, ничего такого не бывает Деньги просто так с неба не падают Каждый рубль нужно зарабатывать Я не имею ввиду тех людей, которые нечаянно выиграли в лотереи Я не имею ввиду людей, которые там Как мне, знаете, клиенты же не разные бывают Я говорю, ну что, чего мы ждем? Есть же Я жду, что у меня бабушка умрет и у меня появится еще У меня бюджет будет в два раза больше Поэтому я подожду, пока бабушка умрет Блин, думаю, что ты за бред несешь? Ты ждешь Ты ждешь, когда у тебя умрет бабушка, чтобы у тебя лимит увеличился в два раза Ну это, блин, это говорят вслух, вы понимаете? И таких лет у меня было, наверное, за два с половиной года Человек 15, которые там катаются, смотрят Этот объект не устраивает, этот не устраивает Я говорю, ну вы понимаете, то-то-то-то Ну да, да, я понимаю, но у меня там есть бабушка, у меня там есть родители Они уже старенькие, уже все там, уже скоро помрут и все И у меня вот как бы там недвижимость мне перейдет Я смогу прийти, приехать к вам с нормальными деньгами Вот они мне так серьезно, они мне говорят, вы представляете себе? Я думаю, ну как так можно рассуждать и, не знаю, там, образно молиться Чтобы у тебя быстрее кто-то из родственников умер Чтобы ты в свою очередь смог взять себе что-то получше, поинтереснее и так далее Я считаю это, блин, я даже, если честно, я потом с этими людьми даже не встречаюсь Я даже вот, у меня даже они в телефоне помечены Ждут смерти, да, там, у меня таких человек 12 есть Я их вот с ними даже вот, когда там что-то появляется ватсапе, что-то какие-то вопросы Я думаю, о, думаю, все, думаю, дождался, что наконец-то там кто-то у него умер Все, я даже с ними не общаюсь Мне противно с такими людьми общаться, вы понимаете? Я, может быть, может я дебил, да, который живет для своих родных и близких Живет для родителей, живет там для дочки, живет там, даже, я могу сказать, для друзей живет Друзьям очень много чего делаю, хорошего, безвозмездно и так далее Как бы я привык вот, ну, так вот И точно в жизни я никогда не буду молиться, чтобы там кто-то умер, чтобы мне там что-то упало И даже если я там, я буду там, не знаю, там, там, не знаю, там, нищество Хотя я не буду нищество, потому что я всю жизнь пашу, я всегда найду, где работать В крайнем случае возьму там, пойду там, ну, не знаю, буду автомобили мыть Там, буду в такси работать, не будет возможности в такси работать, еще что-нибудь делать Там, буду разгружать товар, там, буду еще что-нибудь делать Я всю жизнь чем-то занимался и здесь тоже найду В общем, себе на хлеб с солью всегда заработаю И на жилье тоже заработаю, хотя бы на съемное Вот как бы так Поэтому, поэтому, поэтому Не надо, особенно тех людей, которые ждут, да, вот Я знаю, что вы есть, я с вами же встречаюсь Вы мне всегда говорите, ну, в машине всякую интересную Я же не говорю сейчас имена, чтобы мне было стыдно Ну, ждать, там, какой-то маны небесной, да Что-то там у вас в лотерейный билет сработает Не сработает Что-то кто-то умрет и вам что-то достанется Блин, ну, это некрасиво И эта квартира не принесет вам радости Пускай она будет хорошая, пускай она будет дорогая Пускай она будет классная Но она вам не принесет той радости Вы понимаете, вот как, я не знаю, жить Все, не хочу даже на эту тему говорить Меня просто, мне аж, я сейчас столько всего наговорю Потом замучитесь меня хейтить Не знаю, может быть, у вас другая точка зрения Не знаю, мне потом сегодня накипело, знаете, вот Опять вот такие рассуждения, там, кто-то, кого-то, там, достанется Наслезно, там, блин, чтобы наслезно досталось Это значит, что нужно, чтобы человека не стало Ну, как вот можно желать, вот, особенно своим родным и близким Просто, например, если умрет сосед, да Тебе деньги не достанутся соседские, понимаете И просто, вот, я не знаю, просто жесть И я вот никогда не одобрял тех людей Которые берут опекунство над старыми бабушками, дедушками, да С целью потом завладеть их квартирами Я считал, что это, блин, это самая ниша, чем можно заниматься, да В этой жизни А здесь иногда выясняется, что, да, и ты живешь в квартире И желаешь скорейшего, там, не знаю, там, ну, чтобы покинул мир иной У нас же мир плохой же, ну, как бы и в России все плохо И все, там будет на небесах лучше и так далее Это там, как те люди, которые ухаживают И это просто бредятина вот этим делом заниматься А это когда родственники, представляете, и они вполне серьезно эту тему рассуждают Вы понимаете, и вот когда ты с ними едешь И многие, там, говорят, вот, там, почему-то ты, там, второй раз, там, не захотел с нами встретиться Ребят, ну, я не могу, вот, я, видимо, так воспитан Я не могу, вот, взять вот в машине и сказать, вот, человеку Ты дебил, что ли, конченный? Ты какую сейчас чушь несешь? Ты хочешь, чтобы тебя, там, быстрее, кто-то из своих родственников умер Чтобы у тебя был бюджет больше на квартиру Это каким надо быть дебилом? Я не могу так сказать в глазах Хотя, знаете, как хочется? Иногда прям меня даже трясет, понимаете Вот я еду, я и так стараюсь переключить тему на другую Там, смотрите, а вот можно, там, в этом бюджете сейчас взять А потом можно будет последующий А хоп опять, да нет, зачем надо брать сразу хорошее Зачем так, так смысл, там Я вот пытаюсь переключить и не могу, понимаете Не знаю, вот, если вот вы как-то сталкивались Там многие мои, я знаю, что мои риелторы смотрят Но я это всегда узнаю по риелторам Я узнаю по количеству дизлайков, которые примерно с 9 до 10 часов утра Появляются у меня под тем или иным видеороликом Безрайд за хороший ролик, плохой ролик Природа, рыбалка, дом какой-нибудь самый шикарный Такое-нибудь хорошее предложение все равно Потому что они приходят на работу и вот они не знают Вот, блин, сидят, да, там, и видят, что там другие работают А здесь вроде как бы и хочется поработать Но с другой стороны там же в офисе тепло, комфортно А на улице это слякоть, это дождь, это, блин, некомфортно и так далее Ну что сделаем? Ну давай так сделаем Все, и на сердце становится легче, да, поставлю дизлайк Все, поставлю дизлайк, напишу какой-нибудь комментарий с левого аккаунта Потому что вот именно так мне становится легче Кстати, вот я тоже следующий видеоролик завтра сниму Как вот я реагирую, как я работаю на хейт Как я реагирую на всевозможные подколки Как я реагирую на то, какие-то там высказывания и тому подобное Как я реагирую на анонимные сообщения, которые приходят там Знаете, так можно через скайп посылать анонимные сообщения Хоть каждый раз регистрируется и тому подобное Да, потому что от своего имени, например Ну никто там ни разу в жизни там взял и в глаза не сказал Макс, вот ты, я считаю, что ты поступаешь непорядочно Вот ты там какое-нибудь там чмо кончено и все остальное Никто ни разу в глаза не сказал, никто ни разу не сказал это по телефону Который бы там, не знаю, там, знаете, там, сказал бы там И не сбросил там, чтобы там, а потом ты не был там у него в черном списке и так далее Такого ни разу не было, даже по телефону не это Зато иногда там в комментариях там могут там с левого аккаунта все что угодно писать Поэтому я тоже, этот видеоролик, если вам нужен, я поделюсь с вами своим опытом Я сразу говорю, я до этого очень много делал ошибок и это меня научили на тренингах Да, 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 сейчас скажут, какие тренинги, вокруг одни инфо-цыгане Ребят, есть тренера профаны, да, вот как у меня вот было в детстве Когда я занимался восточными недоборствами Который там, там, не знаю, там, какой-нибудь там дрищ приходил в школу Все, я набираю секцию карате Я набираю секцию уху, санда там стиль Я его ищу и так далее, а были нормальные И у нормальных тренеров не стыдно учиться и не зазорно Ну, согласны уже со мной А у таких вот профанов, которых там венчунь мастера и тому подобное Которые там фильмы насмотрелись, там, какой-то свой стиль придумывают, да, там и так далее То, конечно, у них, ну, учиться себя не уважать То же самое это и касается и бизнес тренеров Да, есть у нас лже-тренера И я действительно, я не смотрю там Ну, если только можно посмотреть, как в качестве развлекательного контента А есть нормальные, хорошие эксперты, да, вот я считаю Гандапас, Евгений Котов, Влад Мусатов, да, Единый Нарчимешвили Ну, это очень сильные, это очень сильные Которые действительно, они могут и что-то тебе дать Тебе могут научить, тебя могут замотивировать Действительно, можно на них посмотреть, да То же самое, что и тренера, то же самое и все остальные То же самое и про блогеров касается, по недвижимости и тому подобное Если хватает ума у блогера рекламировать уютный квартал, там, какой-нибудь там еще какой-то Какую-нибудь дичь, да, ну, блин, ну, что там, что он может такого интересного дать и тому подобное Кстати, мои прогнозы, которые мы делали, да, мы когда будем подводить с вами новогодний видеоролик, да, я это все озвучу Мои прогнозы, пока, как все, кто спрашивал, да, в принципе, ни один не ошибся Только с одним я ошибся объектом, да, Скорвелл в Португалии Его ввели в эксплуатацию, вот именно один объект, с которым я, ну, жестко ошибся Я думал, что не ведут, не знаю почему, ну, все думали, и я думал тоже, что не ведут Были там свои причины А все остальные, всевозможные там уютные кварталы, всевозможные сапфиры Всевозможные всякие позатроны, всякие, не знаю, там, туапсинские, да И целая куча других объектов, которые вы спрашивали, которые, я говорю, что не сдадутся И когда там мне позвонили там с угрозами, угрожали мне и тому подобное На самом деле-то все, ни в чем я не ошибся, ни в чем не ошибся Поэтому, да, ошибся, может быть, в 20% из того, что я прогнозировал Но в 80% по правил Поретто я оказался прав, можно было даже к бабке не ходить Ну, в общем, примерно так Скоро подведем итоги Сразу говорю, итоги не выполнил я те планы, которые я ставил Немножко недовыполнил, прям чуть-чуть недовыполнил Там буквально недовыполнил на По сумме сделок не выполнил буквально 3% По валу не выполнил очень много По валу не выполнил порядка 50%, больше 50% не выполнил план Почему? Потом вам расскажу все это Если вам будет интересно, конечно Пишите, да, почему у меня получилось количеством сделать Почему не получилось сделать с суммой Если, конечно, кому-то из вас интересно Если интересно кому-то, чтобы я подвел итоги Что там случилось с моими кубиками Случилось или не случилось Что там случилось в той или иной жизни Которой я ставил задачи себе и так далее В общем, у меня все это было прописано И теперь есть неделя Помимо того, что работать с клиентами Поставить новые цели и задачи Кстати, если вдруг кому-то интересно Может быть, я их возьму и озвучу Потому что если я озвучу Будет прекрасный повод для хейтеров Взять и если на следующий год Мы будем встречать 2020 год Через год спустя Скажут, блин, Макс, ты там Ты же хотел то-то, то-то А теперь то-то, то-то Я тоже знаю, что будет корпоратив Завтра прям не хочется идти Потому что на прошлом корпоративе я взял Я озвучил свои цели, прилюдно все Я знаю, что там кто-то захочет меня подколоть Что-то еще что-нибудь И я понимаю, что мне будет Некомфортно Я понимаю, что мне захочется Найти оправдание Я понимаю, что много чего захочется Но я знаю одно точно Блин, наверное, лучше ставить планы Чуть-чуть выше, да, и не дотянуть Чем ставить планы такие Которые ты добьешься Особо не напрягаясь И утешить себя, что я крутой Я там все, что я поставил там в себе В планах, в задачах Я все сделал и так далее Все, ребят, с вами было хорошо С вами было приятно С вами было комфортно Ну, завтра мне в 5 часов провожать своего клиента в аэропорт В 5 часов вставать И сегодня так же Сегодня уже с половиной Не, не с пяти Я сегодня был с половиной седьмого Понимаете? И, наверное, на этой ноте Да, кстати, я сегодня заснял то же самое Вот на камеру, да Заснял Чем я сегодня занимался Вот один из видеороликов снял В общем, тоже смотрите Посмотрите про обычный день риелтора Если вам будет интересно Ну, и на этом все Ребят, всем пока Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой инстаграм Подписывайтесь У меня добавляйте друзья в социальных сетях И там вы узнаете про те или иные объекты Про ту или иную жизнь в Сочи Гораздо быстрее, чем я выкладываю на канал Потому что иногда так тяжело Иногда просто приходишь домой И просто хочется уже спать Потому что время сейчас 11 минут 10 На этом ничего не закончилось Я еще буду монтировать 4 видеоролика А теперь, ребят, всем пока Да-да, всем пока Спасибо за просмотр